Приветствую вас. Значит, смотрите, вы пишете, что, соответственно, девочка не может получить наслаждение, да, и это, на самом деле, не ваша проблема, то есть, это проблема девочки, о чем вам, собственно, и сказали мои коллеги, да, если вы пишете, такая проблема, моя девочка не может кончить. Это проблема девочки, это у нее сложности, это у нее трудности, это у нее есть определенный зажим, это у нее есть определенный блок, вот, который, ну, мешает ей это делать. И, соответственно, с этой проблемой, с ее проблемой, ей нужно обратиться к психологу, так, как, например, это сделали вы. Вот. Вы не ответственны за ее сексуальные проблемы, ибо вы элементарно не сексуал, и быть вы им, в общем, в общем-то, не можете, что, как бы нормально, что, как бы естественно. Надеюсь, кто-то понимает, вот, поэтому здесь первое, что нужно вам для себя уловить и понять, это то, что необходимо различать, значит, проблемы девочки и свои проблемы, вот. Без такого рода ограничений, вы всегда будете, ни много ни мало, мучиться от того, что, ну, будете чувствовать ответственность. То есть, вот, я, как бы, ответственен за, вот, что, например, что у моей девушки, да, есть, вот, проблемы, вот. Но ответственность здесь ни в коем случае не ваша. А ответственность здесь только девушки. Это первое. Да? Второе. Ээээ, стараться не нужно. То есть, одно, одно из главных, эээ, правил секса заключается в том, что, ээээ, ну, что-то, поведение, сексуальное поведение, эээ, должно быть направлено, направлено, в первую очередь, на партнер, на себя, то есть человек должен думать о себе, а не о друг, о партнера. И в наслаждениях пытаться доставить человек тоже должен себе, а не партнеру, и тогда партнер будет видеть, да, что, например, вам хорошо, и это будет его заводить. То есть данный аспект, он вот именно такой, следующий, который я хотел, хотел бы до вас донести. Дальше, так, далее вы говорите про размер, слой, проблем сейчас как раз в тренингстве нет, могу заниматься сколько нужно, пробуем со средствами защиты, пробовали ролевые игры, так, ну, соответственно, все без фу. Знаете, я думаю, что здесь действительно важна неуверенность в себе, которые являются отдельной проблемой. Это первое. Второе, второе, это то, что вы ориентированы все же именно на то, чтобы девушка обязательно кончила, то есть вы как бы, ну, как бы ждете этого от нее, вы как бы хотите этого от нее, это как бы уже цель. То есть девушка при занятии с вами сексом, да, она тут только и думает о том, как бы ей кончат, вот, а это на самом деле очень сильно сбивает, потому что если в сексе думать о том, как кончат, да, то, соответственно, ничего, ничего хорошего из этого не выйдет, вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, да, на мой взгляд, вам, ну, нужно здесь ориентироваться, ориентироваться, еще раз повторю, не на результат, как вы делаете это сейчас, сейчас, а на я, скорее, процесс, и если вы будете ориентироваться на процесс, то, на мой взгляд, получить результат для вас, будет, ну, гораздо проще, гораздо, надо будет легче для вас, и так далее, вот. Конечно, при условии, если в дело не вступит в в том, что, значит, ваша неуверенность в себе, которая вам на данный момент мешает, да, то есть вы, по сути, пытаетесь через девушку доказать себе счет. что, она говорила, что первый, первый, ее опыт был неудачным, типа, у ее первого был настолько маленький, что она ничего не подсчитывает, у второго был слишком большой, я у нее третий. вот, понимаете, дело не в том, какой был у первого, какой был у второго, и какой у вас. это довольно распространенное заблуждение, что, ну, размер влияет на секс. на самом деле не влияет. Если люди обладают желанием и потребностью сделать друг друга счастливыми и доставить друг другу нахлаждению, то, в общем и целом, в общем и целом, проблем никаких не будет. То есть я в том смысле, что любой, любой размер, да, любой размер, будет только подчеркивать сексуалность. Потому что сексуальность человека, да, это не размер. сексуалность человека, это желание доставить удовольствие себе, умение, умение доставить удовольствие себе. Ну и, соответственно, владение, владение вот своим телом. Вот, понимаете? То есть тут ни в коем случае нельзя говорить о том, да, что все зависит от размер. Вот. Сексуальность, заместимость, это миф. Если люди друг друга любят, да, если люди друг друга ценят, если люди друг друга исследуют, то проблем никаких нет и быть не может. Так что размер это миф, это миф. Дальше. Начал в этой проблеме винить себя, так как из всех моих бывших девушек общалась только одна. И вот теперь с нынешней тоже самое. Ну, очень важно, конечно, понять, как вы относитесь к сексу в целом. То есть если вы воспринимаете секс как какой-то экзамен, да, как какой-то способ доказать что-то, вот, то да, проблема в вас. Тут, тут, к сожалению, без вариантов. Если для нас секс это, ну, просто как бы источник получения, например, наслаждения для себя. Что в таком случае нет, проблема не в вас. И быть она вас не может. Другое дело, что вы вообще не уверены в себе. Может быть, ну, вот, например, по жизни. Вы не уверены в себе. Тогда да. Ну, согласитесь, что именно секс в таком случае к этому отношения никакого не имеет. То есть вот вы почему-то стали винить себя в этой истории. Вот. Почему? Значит, получается, что были определенные для этого предпосылки у вас. Значит, вы как бы готовы уже были себя обвинять в чем-то? Ну, если это так, то давайте подумаем. Если это так, то давайте подумаем. Как вы воспринимаете секс? Что он для вас нужен? Насколько вы уверены в себе? Вот. Именно в себе. В самом. Уверены ли вы в себе? В самом. Уверены ли вы в себе в самом? Судя по тому, что вы описываете. Ну, не показалось, что вы в себе уверены. Ну. Уверены настолько, да, что, чтобы не винить себя в том, что происходит в постели. Чтобы допускать, что за это ответственны можете быть не только вы. А, девочка это чувствует. Дальше. Эм. Так. Значит, наградивается мысль. Может, она и меня так же не чувствует, как первая. Особенно после того большего хозяйства. Ага. Ну, я вам могу здесь сказать. Я, правда, не уверен, что вам это поможет. Но я могу совершенно точно доказать, что даже если у нее что-то такое было, то организм, человеческий вообще, женский в частности, да, он имеет эластичность. То есть, иными словами, даже если что-то и было, он уже давно, как бы ее, вот именно ее. Организм, да, уже давно, значит, принял эту форму, вот, которая была. Вот. То есть, беспокоиться вам именно в этом ключе, в этом комплекте, не из-за чего. Вот. Но это опять же подчеркивает то, что вы в себе, к сожалению, не уверены. Это куда более проблемная история, куда более тревожная история, чем все остальное. Вот. Дальше. Скорее, тем не менее, возникает из-за неверности в себе. Да, из-за неверности в себе. Все правильно. Но возникает вопрос. Возникает вопрос. А что вы делали для того, чтобы стать более в себе уверенным? И делали ли вы для этого что-то? Вообще. А не реально ли вы, например, в отношения вступили? Ну, с той же девушкой. Не реально ли вы вообще в отношения вступаете? Судя по всему, у вас это не первое отношение. Вот. Смотрите, как вы к девочкам относитесь. Вы их, как бы, коллекционируете. Вы их, как бы, сравниваете друг с другом. А это неправильно. Каждая девочка, это отдельный, отдельный индивид, что отдельные личности воспринимают их. Их нужно именно так. Если вы воспринимаете их иначе, то они не могут этого не чувствовать. Понимаете? Какая история. То есть тут вы, может быть, даже вредите сами себе. То есть девочки-то вам, грубо говоря, для чего? Вот. Девочки-то вам, грубо говоря, зачем? Вот. Какое значение они имеют для вас? Да, понятно? Понимаете, да, о чем идет вообще? То есть это вот очень важный такой момент, если мы хотим разобраться в ситуации. Вот. Пробовал поговорить с ней, об этом спрашивал. Она говорит, что только со мной, только со мной начала получать удовольствие. Но мне кажется, что она говорит, чтобы не обидеть меня. Опять же, моя неуверенность, но это не точно. О да. Это ваша неуверенность, но что гораздо более важно, это то, что вы не доверяете своей девочке. Это то, что гораздо более важно в этой истории. То есть гораздо более важно то, что вы своей девочке не доверяете, вы не верите ей, вы ставите под сомнение то, что она говорит. Вот. Понимаете? И это на самом деле очень серьезная проблема для будущего ваших отношений, потому что, ну, несложно доказаться, что если вы не будете верить своей девочке, да, если вы не будете принимать ее слова на веру, то будут проблемы. Между вами, вот, что суть, история, на мой взгляд, она вот такая, и на мой взгляд, вам нужно обратить внимание, опять же, да, именно на это, именно на свое восприятие девочке, вот, то есть, если вы ее любите, например, что в таком случае ориентироваться вам нужно на нее, а в сексе ориентироваться нужно на себя, вот. И, соответственно, только таким образом вы сможете нормализовать ваше отношение. Других способов у вас, по сути дела, и нет. Вот, ответ по сути, вот, единственный такой выбор, но для этого, единственное решение, но для этого нужно, чтобы вы были уверены в себе, если вы в себе не уверены, если вы в себе сомневаетесь, да, то будут проблемы. Они уже есть, и они будут загубляться. Дальше. Так, из-за всего этого, у меня к ней больше не тянет в сексуальном плане. Ну, правильно, потому что вы, вам не нравится, что вы чувствуете себя хуже с ней, вам не нравится, что вы чувствуете себя несостоятельным с ней. То есть, по сути, это, опять же, перекладывание на нее ответственности за себя, по сути, то, что вы делаете. Вот. То есть, вы определитесь, вы свою девочку любите или как. Если вы ее любите, то здорово, тогда нужно стараться сделать ее счастливой. Вот. Не, ну, не в сексе, да, речь не про секс пока что идет, а речь про общее отношение. Вот. Речь про то, что естественно для вас. То есть, вам, по факту, необходимо научить девочку естественно, потому что для этого нужно самому быть естественным. Если вы сами неестественны, то как девочка может научиться, ну, научиться быть естественным. Вот. Это невозможно. Поэтому я полагаю, что здесь у вас произошло, ну, произошел такой сбой. А, то есть, одно вы заменили другим. Вот. Что, на мой, на мой взгляд, не то, чтобы неприемлемо, да, ну, просто, откровенно вред, вредно, откровенно вредно для вас, для вас и для ваших отношений. Дальше, значит, так, чаще всего инициатива теперь исходит от ее стороны, я нехотя отвечаю, но видо не показываю. Ну, в принципе, хорошо, что вы об этом говорите, да, хорошо, что вы об этом говорите. Ну, только важно все-таки понимать, да, вот, что вы будете делать с этим дальше. Потому что, ну, вот, сколько она будет, например, терпеть такое отношение к себе? Постарали вас. Вот. Сколько пройдет времени, прежде чем она посчитает, что вы ее оскорбляете таким образом. Ну, и в здоровых отношениях, особенно если поначалу было все-таки по-другому, да, в здоровых отношениях инициатива отходит от, исходит, от обоев. То есть, не только от кого-то одного, одного. И здесь, соответственно, опять же, момент к вам, да, если вы, например, не хотите, да, или если вам, там, некомфортно, или если что-то еще, то лучше, лучше скажите об этом. Это, по крайней мере, будет честно, по крайней мере. А вот так, то, что вы делаете сейчас, это просто ширит, ширит ее восприятие себя в довольно негативном ключе. Понимаете? То есть, это, опять же, не направленность на нее. Тому. Тому. Из чего я вновь подвергаю сомнению тот факт, что вы ее любите. Ну, вы, вы, уж, простите меня, вот, за то, что я подвергаю сомнению. Но, лучше подвергнуть сомнению, да, то, что происходит сейчас. И сказать вам, что вот в том-то и в том-то, да, я сомневаюсь, чем вы будете продолжать и, соответственно, ну, например, будете вредить, да, будете вредить себе и девочке. Девочка. Возможно. Понимаете, о чем я говорю? Дальше. Идем. Значит. Так. Меня это очень огорчает, так как я люблю ее, вижу, что ее расстраивают, но видно, она тоже не подойдет. А как ваша любовь проявляется? Сейчас я начинаю ловить себя на мысли, что мы сексуально не подходим друг другу и так будет дальше. Ну, это рационализация, по сути. То есть, вот, то, что вы думаете о рационализации. То есть, это, знаете, это такое желание объяснить себе, желание объяснить себе, почему это так. То есть, необходимости объяснить себе, почему это так. Вот. Вот. Ну, вряд ли у этого есть, опять же, жизнеспособность в подобной позиции, потому что все равно, как бы, не будет она, да, будет другая, будет другая девочка. Вот. Девочка. Вот. И что будет тогда? Что будет тогда с вами? Понимаете? Поэтому, лучше всего, и лучше всего будет, если девочку, девочку вы оставите с ее проблемами, да, и направите ее к психологу, а сами так же вы работаете с психологом. И разберете свои причины неуверенности. Станете более уверены в эту вот, вот эти вот установки по поводу сексуальной совместимости, подкорректируйте, снимете сверх мотивацию, сверх мотивацию для того, чтобы, доставить девочке обязательно удовольствие, доставить девочке обязательно наслаждение. Вот. Понимаете? То есть, ну, почувствуете себя легче. И тогда уже можно будет строить отношения, тогда уже можно будет выстраивать отношения либо с тот, кто есть сейчас у вас, либо с кем-либо другим, с кем хотите. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Спасибо. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку в Драд Помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...